Хорошо, Леонид, какой у нас следующий объект недвижимости? Сейчас мы заедем на супер лакшери билдинг, который, скажем, один из редких, в последнее время в Майами начали строить бренд-нейм билдинги. И один из таких мы сегодня поедем, это Porsche Tower, по проекту немецкого дизайнера, и там все такие технологии, вот есть с Porsche одежда, есть магазины в Молле у нас, в нескольких Моллах есть магазины. Порш, который, так сказать, стайл. Хорошо. Значит, Porsche Building, который там какой-то безумно дорогой. Он безумно дорогой, чем, как бы, его, так сказать, фишка, значит, хозяин может в лифте заехать, заехать на своей машине в лифт и подняться на свой этаж, и там парк свою машину. То есть, как бы он живет в доме многоквартирном, а как бы у него отдельный дом, там, где у него зашел в гараж, вышел... На какого-кутенном этаже. Ну, смотрите, значит, это 61 этаж-билдинг. Так. Так. Это очень high-rise такой билдинг, в котором всего, скажем, 120 квартир. Всего? Да. Здоровенный дом такой. Да. Слушай, 120 квартир. Как вармани. Поэтому это прикольненько, да. Да, да. Дальше у нас есть Аквалина. Это тоже очень дорогой бренд-нейм. Очень красивые билдинги. Сейчас они начинают строить новые два дома. Сначала один, потом второй. В Аквалине, причем в этой Аквалине будет каток, дискотека. Это кроме обычных там... Это вот этот, да? Вот мы в этот едем. Это слева, это Порштаун. Порш, да. Мы туда едем. И рядом с ним строится Тернбери. Это тоже бренд-нейм. Квартиры начиная с 4 миллионов, как и в Трампе были, когда он начинал строиться. Слушайте, а вот распродали эти 150, уже все распродано или там свободно есть? Ну, есть на продажу, но все-все продано. Все продано. И что я могу сказать, Саня Алис, это, как бы сказать, называется русский город. Потому что очень много русских тут купило квартиры. И тут много русских магазинов, ресторанов. Вообще, посмотри, сюда вы вообще так не заедете. То есть сюда... Друзья, эксклюзив начинается. Да, это начинается эксклюзив. Да, это начинается эксклюзив. Аминь. Аминь. Ненимар Гулис 21-05. Есть. Есть. Это я на эту квартиру есть. Заявка, да. То есть вы как риэлтор идете? Ну, никак. Как тот, который может там даже жить и все это. Ага. Потому что просто риэлтор сюда тоже заехать так не может. Так, да. Кирпич ушел вниз. Вы там смотрите, да. В зеркало ты видишь. Понял, понял. Друзья, вот так вот все по звонку. Да. То есть владеть машиной Порши, да ты еще бедный. Ну что, пошли. Ёлочка. Холл красивый. Можете начать снимать. А удобно снимать так можно? Да, да. Девушка тебе возражает? Не знаю. Такой лифт большой. Ну что же, друзья. Вот мы в стиле Порш с вами движемся. Так, хорошо. Куда мы идем? Ну просто придемся по лобби. Жалко, я конечно не взял ключ от квартиры. Ну ничего страшного. Мы так просто здание посмотрим. Здесь есть дуприкаты на фронт-деске. И что скажете, что вы забыли, и они вам дадут открыть. У них наверняка дуприкаты есть от всех квартир. Или да, или нет. Давайте мы придемся, а потом... Вот это что было, нет, это ерунда. Важно же кафе. Да, может и она мне открыта. Так. Тут у нас бар какой-то, да? Это лифты, которые пассажирские. Вот это для машины. Вот это лифт для автомобилей. Да. Так, а как же автомобиль заезжает? Там все заедет. А внизу вы заезжаете, там внизу помада. То есть там внизу нет. Вот, вот это большой лифт. Я думаю, что он такой большой. Это просто для автомобилей. Понятно. Так. А здесь у нас буфет какой-то, да? Да. А здесь у нас буфет какой-то, да? Да. А здесь пассивный. Так. Понял, понял, понял. Так. Так. Мы вышли. Да. Так. Ну что же. Бассейн. Да. Можно спуститься к пляжу. Вот тут лесенка. Наверное, и лифт есть. Но мы так сверху поглядим. Классно? Да, хорошо. Ты знаешь, мне больше нравится, когда это низкий этаж, чем когда это чуть-чуть. Когда мы с 7-го там, да? Да. Ну, хорошо. Вот, Света, смотри. Вот такой вот. О май гад. А представляешь, что у нас машины? 60 этажей. С машиной вместе. 60 этажей. Ну, пошли. По всякому случаю, из 150 квартир вот никто не вышел к пляжу. Там не стал тут лежать. Это Саня Алис Бич, так сказать, русский город. Вот мы границу пересекаем прям. Ну, чуть раньше мы пересекли, но, в принципе, это не... А известно, какой процент населения русскоязычный или в каком смысле русский? Ну, русский он, потому что тут есть русские магазины, русские рестораны. И процент, ну, я не знаю, может, 20 процентов, 25 процентов. Может, больше. Я точно. Вау. Значит, тут есть как на первой линии, это новые русские, так называемые, имеют квартиры. Тут квартира у Агутина, Сварум. Тут когда-то была квартира у Пугачевой. Есть дальше домик Леонтьева, такой старенький, но в дорогом месте находится. Но они сами-то бывают здесь? Я недавно вот в Калинке в этой Агутина видел. Он заходил. Другой на вид очень невзрачный. Это три Трампа. Это Трамп Берген слева. Это вот. Это так называемая русская Аплаза. То, что вы говорили, что туда самовар и все это. Да. Это вот мы тут в ресторане были. Ага. Да. Ну вот там дальше. Матрешка Дели Фуд. Окей. Матрешка. Матрешки лучше не кушать. Лучше кушать в Калинке. Это здоровее. Это тут же? Да, да. Она рядом. Вот это Аквалина. Это дорогой бренд. Это который? Дорогие. Вот слева. Рыженький. Да, да, да. Это очень дорогой бренд. Да. И сейчас они строят новые, тоже дорогие бренды. Похоже, знаете, такой, как в Лас-Вегасе? Какие-нибудь такие. Это девелопер. Девелопера фамилия тоже Трамп. Но к этому Трампу он не имеет никакого отношения. Мне просто удобно быть с такой фамилией. Да, это... А тут много, скажем так, денег из России, Украины? Ну, хватает. Именно в строительстве или просто они покупают? Или строят тоже? Ну, покупают. Ну, не строят. Есть, вот сейчас справа вам покажу, там площадка. Одни девелоперы, так сказать, русские девелоперы. Один он литовский хоккеист, который в Энхайл очень много тут жил. И еще у него два компаньона тоже. То есть заработал здесь хоккеем. Тоже очень симпатично, вот справа, смотри. Да, вот его сейчас будут закрывать вот этих девелоперов дома. У нас там был когда-то офис в этом доме. Это называется King David. Этот дом называется. А почему закрывать? Царь Давид. Он его закрывать будет практически полностью. Так они строят. Закрывать имеется в вид? Не дом закрывать, а вид закрывать. Вид закрывать, да. Значит, красивые вот эти вот. А почем вот такие? Смотрите. Вот я вам сейчас покажу дома. Это все опять. Вот это новый дом называется Moose. Мюзо. Мюзо. Весь циклянный, да. Тут тоже начиная с четырех миллионов квартиры. Его еще может даже не сдали. Большие квартиры, видимо, за четыре минуты. До двух, двух с половиной. Пентхаузы уже могут быть восемь, девять, десять, пятнадцать миллионов. И рядом они построили новый дом. Это Jay Signature. Вот такой как сотами. Ага. Он очень дорогой. Он еще дороже, потому что его буквально сейчас недавно сдали. Ага. То есть есть деньги как бы в стране, в мире на такие покупки? Да, да, да. Конечно. Ну, вижу конкуренция. То есть есть много мест, где можно потратиться. Но вот как бы хватает. Ну, опять же, я бы сказал, что цена за квадратный метр или square feet у нас пока еще недорого для такого города, как Майами. Ну да. Поэтому... А вот иностранные деньги откуда в основном? Я не знаю, может там колумбийские наркобароны, я не знаю. Мало ли там. Я насчет колумбийских как бы не знаю точно. Но, скажем, семьдесят процентов и кто очень сильно поднял, что, так сказать, рынок Майами, это Латинская Америка. То есть колумбия, Венесуэла, Аргентина, Бразилия. Вот эти все страны, они очень много тут купили недвижимость. То есть богатые люди спасают свои бабки оттуда? Я не знаю, ли они спасают, но они... Вот очень многие для них... Приезд в Америку начинается с Майами. Тут очень много латиноязычного населения. Конечно, конечно. Они могут тут... Им не надо даже знать английский. Да. И поэтому они тут себя чувствуют очень комфортно. Очень похожий у них климат похожий. Угу. Теперь в Бразилии, когда у нас зима, в Бразилии лето, и наоборот, они приезжают тут, так сказать... Отдохнуть. Да. Мы в гостинице сегодня там или вчера, не помню. Там какой-то работник в гостинице там, в униформе там все. Я что-то его спросил. Он говорит... No English. Говорит... Да, да. Тут очень много этих испанцев, которые... То есть вообще не говорят? Да. Ну, не говорят. Им вполне хватает для общения тут испанского языка. Да. Практически все. Тут тоже вот это все-все дорогие дома, которые на океане. Первая линия. Вот частные дома. Тут у Леонтиева домик. То, что я говорил, это остров. Такой Атлантик Айлс называется. Там все застраивается домами. И есть дом там... Не знаю, если интересно, можем заехать в Аль Капонный старый дом. Сейчас им владеет мэр Санни Айлес. Тут... Отсюда он нарком торговлю, так сказать... Контролирует. Да. Это... Сейчас слева вы увидите, строится новый дом. Слева или справа? А, слева. Ага. Это Трампы. Это, так сказать, уже не новый дом. А это Ридс Картон. Это дорогой бренд-нейм. Очень красивый дом. Начиная... Есть там три пентхауза. Они начиная с 21 миллиона долларов там и выше. Так, а это мы куда свернули? Это мы едем... Я вам покажу еще в 1-бедрум квартиру одну. Которая сейчас уже с завтрашнего дня арендуется. Через дорогу от океана. Дом тоже не новый, но полностью весь отремонтированный. Угу. 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 Какая мы смотрим, сколько там спалины? Тоже одна спальня. Так... Две комнаты. Эта квартира дороже, чем та, потому что... Ремонтировано так, как... Слушайте, но холл очень приличный, смотри. Ну, знаете, тут все лобби переделано. Они буквально недавно закончили, наверное, это лобби. Да. Слушайте, такой простор и, собственно, ради чего? Вот как бы функционально, что... Ну, так, это... Красиво, это красиво. Вы живете в доме, вы платите деньги за то, что вы живете в соответственном доме. Так, друзья, вход, мы зашли в квартиру, вход, кухонька. Значит, это вы сказали 100... Сколько там, 180, вы сказали? Нет, сколько стоит? Это цена такой квартиры, нет. Цена квартиры 250, 350, 320, может быть. Это в зависимости от того, куда она смотрит. Ну, вот паркетный пол, смотрите, как хорошо. Это не паркет, это доска такая. Да, да. Доска, хорошо. Слушайте, вид совершенно замечательный. Особенно, когда все это достроится. Да, тут все стены, тут же, отурагана, все они сделали. И вот, соответственно, с таким видом квартиры. Ну, что же, я бы сказал, что симпатично, да, прямо вот. И водичка, и богатые такие места. Да. Паркинга много, да, какого внешнего? Да, вот это парк. Тут никогда не будет застраиваться. То есть, вот там уже застраиваться не будет. То есть, вид туда останется навсегда. Я не знаю, это вообще нудистский пляж. То есть, нудистский... Могу добить, у меня из камеры 60 раз увеличивает. Но мы сейчас этого не будем делать. Так, хорошо. Ну что же, вот я забился в угол. Это у нас living room. Так, а там дальше, это спальня такая с такими дверьми, да? Это спальня, да. Так, такие дверки, как бы приглашают, приглашающие такие открытые. Выход тоже на балкон, очень большого застройства. Да, выход на балкон. И bedroom очень просторный. А какого года эта застройка? Это тоже 70-х годов. Это 75-й, 76-й год дом. Ну да. Вот мы видим тут немножко, видите, потолок идет, а потом у нас бах, так вот вниз. А там уже какие-то полезные есть вещи. Так, тут шкафчик. Шкафчик. Тут тоже полтора туалета, знакомая ванна. Ну, полтора туалета намного лучше, чем один. На самом деле. И когда гости придут, и... Да, и удобнее, конечно. Ага. Так. Ага. Чем квартира, конечно, более новая, сделанная, терминал дороже. Ну да, да. Но в принципе это более дешевый. Окей. Дом не дешевый, Свет. Вот говорят, что такая квартира стоит там 1250, там 80, 300. Да. Потому что место такое. Да, это красивое, вид красивое, смотри, какое видно океанно красивое там, а? Под настроение здесь хорошо, да. А вот они говорят, да, что когда видно океан, Леонид, когда видно океан, то с океана идет соленый ветер и пачкает все время вот эти окна. И сколько их не мой, эти окна, они все время такие матовые. Соль, да. Да, они все время, я сейчас завтра, как раз я вообще приглашу в Муршу. А как часто их нужно лучше, чтобы они не были таким, это налет, вот это с солью. Ну, очень, ну, это я не думаю, что это соль, это скорее пыль, грязь. Вот доясняется, что площадь квартиры где-то 900 квадратных футов, там, скажем, метров там 80, 85 квадратных. Но вот то, что кухня открытая, видите, прямо на кухне хозяйка, допустим, хозяйничает. Да, вот, Света, ты хозяйничаешь и смотришь на океан. Ну, многие хозяйки, Света Зайта, готовы накинуть немножко бабло. За эту квартиру мейнтенненс, то есть надо в ассоциацию платить 650 долларов в месяц, если мы говорим про владение. А сдали ее, вот, буквально тут завтра заезжают, значит, сдали ее за 1650. 1650, то есть, вот, представьте себе, что владелец квартиры из, там, полученной суммы, значит, там треть, больше трети должен отдать за мейнтенненс. А если она под моргиджем, то там вообще непонятно, что останется.